Есть богатыри настоящие, но это все единицы, остаточки, а должен был быть такой весь народ. Протеерей Дмитрий Смирнов уже много раз отчитывал российских мужчин, а недавно просто назвал их позором России. По словам клирика, женщины должны сидеть дома, а мужчины воспитывать детей, зарабатывать, быть сильными физически и духовно. Но действительно ли мужественности больше нет? Основательница Академии женственности Елена Толкунова уверена, Россия пока далека от тенденции стирания границ между мужчинами и женщинами. Традиционные качества полов, по ее мнению, необходимы. Но ведь они возникли не просто так. Женственность и мужественность – это феномен не столько социального порядка, сколько в первую очередь природного. Определенная агрессивность, настойчивость, смелость, решительность мужчины, она проявляется благодаря тому, что в его организме есть тестостерон, а женская мягкость, уступчивость, ласковость, потому что есть эстрогены. Но в современном мире вряд ли можно представить успешную бизнес-вумен, которую к успеху привела уступчивость. Традиционные качества стираются, появились и женщины-трудоголики, и отцы-одиночки. Например, Олег Бельских один воспитывает дочь, но не согласен, что мужественных мужчин стало меньше, по крайней мере в его кругу. Общаясь с теми мужчинами, которые борются за воспитание ребенка, их нельзя сказать слабаками, потому что слабак он не будет бороться. Он пойдет бухать там, еще что-то куда-то, развлекаться, а эти борются. Психолог Дарья Хуснидинова вообще против патриархата, а главное – разделение качеств на мужские и женские. Есть конкретный человек, кто-то более эмоциональный, более чувствительный, просто в силу врожденных особенностей. Но о том, что есть вот чисто мужские, мужчина должен быть только мужчиной, абсолютным. Боже мой, да к нему не подойдешь, с ним невозможно будет разговаривать. По мнению психолога, попытка индивидуальности влезть в тесные консервативные рамки может закончиться плачевно для психики. Возможно, уступчивый мужчина – это не приговор. Что же касается женщин, которых мы опросили на улице, то они, в отличие от священников, трагедии вовсе не видят. Сейчас мужчины стали менее мужественные? Я думаю, что нет. Также мужественные, просто женщины тоже иногда виноваты в этом воспитывают же женщины. Больше культурных мужчин, я так считаю. Они уступают место женщинам, таким, как я. Сейчас очень многие мальчики красят волосы, ходят в обсягивающих джинсах. Но я не считаю это тем, что это отклонение от мужественности какой-то. Просто мальчики больше стали за собой следить, ухаживать, там могут маску для леса сделать. Я считаю это нормальным. Это не мешает им быть мужественным? Нет. Они также могут защищать своих любимых, своих родных. Андрей Дриер, Александр Антропов. День с толком.